Я использую это, чтобы купить все эти вещи. Но, смотри, у меня есть еще один работ, поэтому я тебе вернусь, что я сделаю из этого. О, окей. О, извините, я являлся как банк. Витаем и сардечно запрошаем на WatchMojo. Сегодня у вас уся спина белая, а у нас топ-10 «Змрочных истин» про сериал сябры. В этой подборке мы рассмотрим некоторые не слишком радостные закулисные факты о сериале и его звездах. Вряд ли кто-то мог сказать актерам друзей, что все будет именно так. А как вы подшутили сегодня над своими друзьями и близкими? Дайте знать в комментариях. Номер 10. Дженнифер Энистон почти ушла из сериала перед финальным сезоном. Вопрос о том, когда заканчивать сериал, не всегда прост. Конечно, иногда телеканал принимает решение за вас. Но когда сериал пользуется успехом, решение о том, что уже хоррэ, часто принимают сами актеры. В сериале «Друзья» по слухам. Такое решение почти приняла Дженнифер Энистон после девятого сезона. Энистон не знала, остались ли еще истории, которые стоит рассказать. И как она призналась Мэтту Лауэру в 2004-м. Цитата. «Я хотела, чтобы все закончилось, пока люди еще любят нас, и мы на высоте». Кто знает, сняли бы они 10 сезон без Рэйчел, но мы рады, что нам так и не пришлось это узнать. Номер 9. Андре Агасси очень ревновал, когда Брук Шилдс снялась в сериале. В январе 1996-го теннисист Андре Агасси разбил все свои трофеи и разнес стены комнаты, где они хранились. Почему он это сделал? Это было из-за плохой игры на корте? Нет. Это из-за того, что Брук Шилдс лизнула палец Мэтта Леблана. Шилдс сыграла гостевую роль в серии «Эпизод после Суперкубка» второго сезона. В этом эпизоде она идет на свидание с Джоуи и лижет ему руку. Агасси и Шилдс в то время встречались, и по словам Агасси, лизание рук, даже по сценарию, цитата «переходит все границы». Увидев это, он пришел в ярость и выместил злость на своих теннисных трофеях. Номер 8. Дженнифер Энистон ненавидела стрижку Рэйчел. Если вы были женщиной в середине 90-х, есть большая вероятность, что в какой-то момент вы пришли в парикмахерскую и попросили сделать вам стрижку Рэйчел. И не волнуйтесь, вы были не единственной. Женщины по всему миру делали это. 11 миллионов женщин только в Британии признались, что делали такую прическу. Но как отнеслась к этому дама, с которой все началось? Когда Энистон впервые сделала эту стрижку, она была в восторге. Но ее чувства быстро изменились, когда цитата «Я осталась с этой вьющейся копной на голове, потому что понятия не имела, как делать то, что делал мой стилист». Как она описывает, поддержание укладки было весьма трудоемкой задачей, с использованием фена и множества щеток. Номер 7. Травма Мэтта Леблана на съемочной площадке. Помните эпизод, где Джоуи травмирует руку, падая с кровати? Нет, Мэтт Леблан не так поранился. Однако именно так сценаристы включили его травму в шоу. На самом деле, травма произошла во время съемок предыдущего эпизода, эпизод, где никто не готов. В этом эпизоде Джоуи и Чендлер ссорятся из-за того, кто сядет в удобное кресло, и в какой-то момент оба пытаются занять это место одновременно. На одном дубле прыжок Леблана прошел не так, как планировалось, и в итоге он вывихнул плечо. Что и привело к появлению повязки, которую Джоуи носит в следующем эпизоде. Номер шесть. В 2008 году Ховард подал на Кудру в суд, утверждая, что ему причитается 5% комиссионных от остатков ее доходов от друзей и всей другой работы, которую он вел для нее до своего увольнения. Все это осложнялось тем, что Кудру и Говард заключили устное, а не письменное соглашение. Тем не менее, хотя Кудру выиграло первоначальное упрощенное судебное заседание, апелляционный суд Калифорнии отменил решение в 2014 году и обязал Кудру выплатить Говарду 1,6 миллиона долларов и футбольный телефон. Ладно, про футбольный телефон они ничего не сказали, но про деньги точно. Номер пять. Дэвид Швиммер плохо переносил славу. С момента премьеры друзья стали таким огромным хитом, что не просто принесли славу своим звездам, они принесли мега-уровень славы, который даже трудно осознать. Дэвиду Швиммеру было так же трудно с этим справиться. Настолько, что это повлияло не только на него, но и на его отношения с другими людьми. В 2016 году в интервью подкасту «Холливуд репортер» он сказал, цитата, «Это было довольно неожиданно, и мне потребовались годы, чтобы привыкнуть к этому и чувствовать себя комфортно». Кроме того, ему нравилось быть инкогнито и наблюдать за людьми в мире. Что ж, больше он этого делать не может. Номер четыре. Телеканалу не понравилась тактика переговоров актеров. В первом сезоне каждому из шести членов основного состава платили 22,5 тысячи баксов за эпизод. Однако во втором сезоне каждому из друзей платили уже разную сумму – от 20 до 40 тысяч за эпизод. Ну, так дальше продолжаться не могло. Группа рассматривала себя как настоящий ансамбль, в котором все были равнозначными. Начиная с третьего сезона, они решили обсуждать свою зарплату вместе. Телеканал предпочитал делать это по отдельности, но банда осталась при своем мнении – с этого момента им всем платили одинаково. А в девятом и десятом сезонах гонорар составлял уже один миллион долларов за серию. Я просто хочу быть взятым снова. Соавтор сериала Марта Кауфман называла эту цифру, цитата, «просто смешной». Номер три. Проблемы с телом Лизы Кудроу. Для фанатов Фиби была красивой, смешной и умнее, чем кажется. Но когда Лиза Кудроу смотрела на себя по телевизору, все, что она видела, была, цитата, «не барышня, а гора». Кудроу обсудила свои проблемы с телом в подкасте Марка Марана, WTF, и рассказала, что попытки оставаться худой нанесли физический удар по ее телу. «Когда я была слишком худой, я постоянно болела», – сказала она. К сожалению, давление общества заставляет многих людей соответствовать определенному типу фигуры. И то, что они богаты и знамениты, не облегчает ситуацию. Номер два. Мэтт Леблан отстранился от известности. Дэвид Швиммер был не единственным, кому трудно было справиться со славой. Мэтт Леблан также боролся с переизбытком славы. И в итоге, уже будучи на грани нервного срыва, он на некоторое время пропал с радаров. После окончания «Друзей» и после отмены Джоуи, Леблан почти не выходил из дома и практически сказал своему агенту, цитата, «пожалуйста, потеряй мой номер на несколько лет». Тем не менее, есть тут и лучик света. Поскольку Леблан использовал это время, чтобы сосредоточить свое внимание на своей новорожденной дочери Марине, у которой была диагностирована кортикальная дисплазия. С тех пор она переросла это заболевание. И Леблан говорит, что то время, проведенное с ней вместе, цитата, «лучшее, что я когда-либо делал». А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Мэтью Перри подсел на вещества. Мы все что-то забываем. Это часть человеческого бытия. Но для «Звезды друзей» Мэтью Перри в его банке памяти не хватает трех полных лет съемок шоу, которое сделало его звездой. Катфи спит с этим человеком. Что? Так ты был правильный? Я ее обещал, и она не донялся. Я не живу здесь. После поездки в реабилитационный центр в 1997 году, которое не увенчалось успехом, Перри провел следующие три года, или около того, в наркотическом угаре. К сожалению, это привело к панкреатиту, автомобильной аварии и провалам в памяти. Перри достиг дна в 2001-м, и с тех пор он трезв. В 2022-м он выпустил мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых подробно описал свое время работы в сериале, как хорошее, так и плохое. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях. Зацените другие ролики на канале, и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. Субтитры сделал DimaTorzok